Ну поехали. Итак, мы сегодня поговорим о нескольких вещах. Ключевая из них это голос, поскольку именно голосом мы можем взаимодействовать с нашей аудиторией и в зависимости от того, насколько мы им умеем управлять, соответственно, наша аудитория либо у нас покупает, либо она не покупает, либо делает целевое действие, которое мы хотим от наших зрителей, от нашей публики, либо не делает. Соответственно, для того, чтобы нам прокачать голос, мы сегодня все и собрались. Но прокачивать голос можно по-разному. Можно заниматься делать разные упражнения, а можно делать определенные настройки при монтаже, например, либо пользоваться определенным оборудованием в режиме реального времени. Ну, собственно, давайте изучим, что же мы сегодня будем обсуждать. Сегодня вебинар будет поделен на две части. В первой части я проведу воркшоп, в котором расскажу и поделюсь с вами, как создать свой аудиоподкаст на тему инвестирования вообще. В целом поговорим о подкастах. Мы поговорим о том, в каких программах записывать на Windows, на Mac, на iPhone, на Android и так далее. Как обрабатывать голос. Я расскажу общие принципы, чтобы вы понимали, в любых программах-то могли использовать. Ну и поговорим о таком тренде, о таком приложении, как Clubhouse, в котором, собственно, сейчас огромное количество людей. И сейчас он как TikTok, как когда-то был Instagram. И сейчас, если в него зайти, то можно очень неплохо, очень неплохой профит, так сказать, получить. Вот. И, собственно, если говорить об истории подкастов, они начались в России. Мы говорим про Россию где-то в 2000-х. У них был прям шикарный бум. Был бум подкастов. Люди их слушали. Это было прям очень-очень активно. Вот. Но потом произошел, естественно, спад, как и во всех нормальных системах. Вот. И, к сожалению, вся эта история прекратилась. Но сейчас мы переживаем новый бум подкастов и новый бум, в принципе, аудио, аудиофильного канала по факту. Если посмотреть на Запад, на Европу, на Америку, они уже давным-давно этим пользуются. И они понимают прекрасно, что у этого инструмента есть ряд преимуществ. Ну, собственно, преимущества какие? В чем преимущество? Это идеально, если вы стесняетесь камеры. Вот так вот встать на камеру и что-то начать вещать, говорить, может далеко не каждый. У большинства людей в этом отношении стоит блок, и они либо не могут говорить, либо они не могут в камеру смотреть, стесняются. У них путаются слова и так далее. Вот. И, соответственно, в этом отношении подкаст – это идеальная история. Потому что вы можете взять, написать текст, сесть где-нибудь в кафе, написать, вдохновившись видом из окна, написать какой-то текст, который вы потом озвучите на качественный микрофон. Какие микрофоны бывают, какими стоит пользоваться, я расскажу и покажу, кстати, в том числе. И, соответственно, так гораздо проще записать контент. Залить его тоже гораздо проще. И одно из преимуществ – это маленький трафик. Если вы работаете с развивающимися странами, например, вы решили сделать аудиоподкаст не в России, а, например, на Индию, в котором вы будете рассказывать о том, как обрести определенного рода финансовую грамоту, как регулярно инвестировать и так далее. И таким образом, своей экспертностью вы бы закрывали своих слушателей на, собственно, партнерскую программу, на партнерский бизнес. И с помощью своей ссылки вы бы выращивали структуру. Это один из очень эффективных методов, который действует на Западе. Собственно, предлагаю им вам сегодня и воспользоваться. Подумайте о том, на какие темы вы могли бы вещать, чем вы могли бы быть реально полезными. И в целом, давайте подумаем о том, какие темы вообще могут быть и вообще какие форматы бывают у подкастов. Да, кстати, еще о плюсах. Есть такой плюс, что вы можете слушать подкасты фоном. То есть вы едете в транспорте, либо вы едете за рулем автомобиля. Вот, кстати, аудитория подкастов, это зачастую предприниматели, которые едут за рулем своего автомобиля. И для того, чтобы ехать безопасно, они не смотрят YouTube, а они выбирают подкасты. Потому что подкасты, как правило, это идеально подобранная информация. Как правило, это долгая история. То есть это не 10-15-минутные ролики. С таким форматом лучше идти на YouTube. Это, как правило, 30-45 минут, бывает даже полтора часа. Особенно, если это интервью с каким-то очень интересными гостями. И гораздо удобнее это все-таки слушать. И за рулем автомобиля, ну, давайте подумаем, да, если есть автомобиль, значит, у человека есть деньги. Уже может быть там малые, средние и так далее. И в целом аудитория подкастов, это аудитория очень вдумчивая. Дело в том, что смотреть YouTube очень легко. Очень легко выбирать контент, когда он буквально впивается тебе в глаза, когда он своей яркостью, пестростью кричит и говорит, выбери меня. Но, когда ты выбираешь контент, и там нет ничего пестрого, там нет ничего суперпривлекательного. Есть описание, в котором ты понимаешь, кто говорит, о чем говорит. И ты подписываешься на те или иные каналы, на те или иные подкасты. Оптимальная история для этого iTunes на iOS, если вы пользователь Apple. И, собственно, дальше вы слушаете тех, кто вам интересен. Это очень вдумчивая аудитория. А вдумчивая аудитория. Вы можете логическим образом простроить все нюансы партнерского бизнеса и его рассказать. Дозировано, в каждом выпуске, потихонечку закрывая на свою партнерскую ссылку. Дорогие друзья, я не вижу ваших плюсиков. Пожалуйста, поставьте троечку, если меня слышно и видно хорошо. Если вы находитесь с другой стороны, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мне было понятно, что все у нас окей. Я вижу, что нас смотрят люди. Но я бы хотел с вами разговаривать, а не быть в формате монолога. Ну и, собственно, донести вам сегодня определенную пользу. Что касается периодичности, здесь немножко проще, чем с YouTube. Вам достаточно один раз в неделю выпускать подкаст. Это должен быть какой-то файл озвученный, это должен быть озвученный текст длительностью 30-45 минут. Где-то так. Это самая оптимальная длительность для подкастов. Я опять же повторюсь, если до 15 минут, то лучше выберите YouTube для такого формата. И опять же, формат какой может быть? Это может быть размышление на тему. Самая популярная история – это размышление на тему. То есть, есть какие-то тренды, есть какие-то новости. И вы каждую неделю, например, их освещаете. Либо у вас есть свой собственный контент-план, который вы озвучиваете и идете просто по нему, добавляя туда какие-то последние вещи, чтобы быть актуальным. Но, кстати, это не обязательно. У меня, например, есть контент, записанный на ГОДС, который сейчас размещается на iTunes. У меня была своя, собственно, передача на радио, радио Max FM в городе Сочи, где я рассказывал о разного рода гаджетах, приложениях. Ну, именно практической информацией, которая может пригодиться каждому человеку, который более или менее считает себя современным и умеет пользоваться смартфоном. Смартфоном либо компьютером. Соответственно, у нас были 15-минутные передачи, которые я регулярно, раз в неделю, заливаю, собственно, на iTunes. Очень удобная история. Вы можете делать так же, записывая дома на петличку ваш звук. Кстати, пожалуйста, поставьте от 1 до 10, как вам мой звук сегодня. Вот я сегодня разговариваю через петличку Boya. Boya M1. Это самая оптимальная петличка. Она стоит всего полторы тысячи рублей. Но при этом она обеспечивает замечательное качество. Я очень рекомендую вам не заказывать петлички с Алиэкспресс и так далее. Потому что они там дешевые, там 100-300 рублей. Но качество вы совершенно не выиграете. Вы можете просто взять телефон и вот так записывать. Ну, серьезно. Поэтому оптимально, конечно, взять, заказать на Азоне. Либо зайти в любой магазин, который занимается видеотехникой. И купить там петличку Boya M1. Я о ней уже рассказывал в ранних своих выпусках. Очень вам ее рекомендую. Другой формат это интервью с гостями. Когда вы приглашаете гостя и с ним уже общаетесь, обсуждаете какие-то темы. Берете у него интервью. И таким образом вы можете прокачивать не только свою экспертность и демонстрировать, но и его. И таким образом вы можете задействовать его аудиторию, чтобы поднять свой аккаунт. И, соответственно, вырастить в том числе свою партнерскую сеть, если у вас сработают все конверсии. Это самая эффективная история в пандемии, поскольку, как вы знаете, Zoom – самое распространенное программное обеспечение. С помощью него вы можете организовать диалог. И удобство Zoom в том, что он сразу сохраняет не только видеофайл, но и аудиофайл. Вы прямо его можете заливать дальше. Либо закинуть на монтажку и, собственно, смонтировать уже нужный вам подкаст. Ну, собственно, давайте двигаться дальше. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я их вижу вот здесь, справа от меня. И, соответственно, буду на них отвечать по мере обращения моего на них внимания. Итак, что касается программ. Если вы будете такими неразговорчивыми, я вам не расскажу, как его залить на iTunes, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, добавьте реакции, чтобы было обоюдно полезно. А сейчас давайте поговорим о программах. Самая топовая, самая лучшая программа для того, чтобы обрабатывать голос – это, конечно же, Adobe Audition. Она самая распространенная. То есть, вы ее можете скачать на Windows, можете скачать на Mac. Ей очень много лет. Сейчас уже, если не ошибаюсь, 20-я версия идет. Но они уже поменяли формат. Но, так или иначе, было больше 10 ревизий этого программного обеспечения. Им пользуются профессионалы. И, что самое главное для вас, на YouTube огромное количество видеороликов, которые показывают, собственно, как им пользоваться этим программным обеспечением, как настраивать свой голос, как можно обрезать, ну, в общем, как можно редактировать и так далее. Именно про Audition. Также есть программа SoundForge. Это обе платные программы. И платные они небольших денег стоят. Если говорить про Audition, подписка в месяц стоит порядка 600 рублей. То есть, ну, я думаю, что 600 рублей. Я не буду на премьерах, там, сколько чашек кофе это стоит, да. Давайте про партнерскую программу. То есть, если вы пригласите одного партнера, вы многократно отобьете стоимость этого программного обеспечения. Ну, и в целом, платить за программное обеспечение – это хорошо. Потому что, таким образом, вы повышаете свой уровень нормы, с одной стороны. С другой стороны, вы учитесь платить больше, соответственно, разгоняете свои финансовые потоки и просто больше зарабатываете. Ну, а в-третьих, это просто честно. Огромное количество людей трудились для того, чтобы создать крутую программу, которая позволяет людям зарабатывать. Вот, и, соответственно, ну, либо выражать свое творчество, что тоже очень важно. Поэтому платить за программное обеспечение – это нормально. Это нормально, это хорошо, потому что это качество. Вот, но есть, конечно, и компромиссы. И такие компромиссы – это, например, бесплатная программа на Windows, на Mac, на Linux. Если вдруг вы работаете на Linux, Linux-системах, то можете использовать ее. Это Audacity. Вот, шикарная программа. Она очень простая, гораздо проще, чем Audition. И именно с помощью нее вы можете редактировать ваши аудиоподкасты. Это будет бесплатно. Вы можете экспортировать их в MP3 и так далее. В общем, никаких проблем совершенно. Вот, поэтому еще раз повторюсь. На Mac платные – это Adobe Audition. Самое лучшее. Выбирайте ее. Очень вам рекомендую. Тем более, вы можете скачать trial-версию бесплатную и в течение 7 дней попробовать. Оно, не оно. Зайдет, не зайдет. Если вам понравится, то можно купить подписку. Если не понравится, то тогда посмотреть в сторону Audacity и, ну, собственно, не пользоваться платным ПО. Также, если вы работаете на Mac, как я, то рекомендую вам обратить внимание на бесплатную программу, которая называется GarageBand. Она есть на вашем iPhone, она есть на планшете, она есть на вашем Mac. Она есть везде и это потрясающая программа, на которую многие звезды, известные сейчас, они записывали свои не только подкасты, они треки свои записывали. То есть, там можно прописать барабаны, записать электрогитару, там можно записать голос и все это обработать. И, соответственно, это очень удобно, это бесплатно, это потрясающе качественно, как и любое программное обеспечение, которое проработано Apple, разработано Apple. Поэтому, очень вам рекомендую, возможно, начать именно с него. Если у вас есть iPad, либо если у вас есть iPhone, начните с этого. Начните с GarageBand, это бесплатное приложение, сможете сделать потрясающе классные вещи. Если же вы работаете на Windows, как и, наверное, большинство людей, кто нас смотрит сейчас. Кстати, поставьте, пожалуйста, семерочки, если вы работаете на Windows. И здесь также вершину топа держит Adobe Audition. Также есть SoundForge, причем даже старые, старые версии. Кстати, вот старая версия дает бесплатно. Вы можете взять бесплатно старую версию SoundForge и использовать его. Не переживайте, немножко дальше я покажу, что нужно настраивать, как обрабатывать свой голос. Сейчас я обзорно рассказываю о ПО, которое можно использовать. Ну и, собственно, мы к этому сейчас дальше перейдем. И если вы работаете на iOS, то есть, если у вас либо iPad, либо iPhone. Кстати, на iPad это делать гораздо удобнее. Я недавно купил iPad Pro предыдущего поколения. Потестить, зайдет, не зайдет. И в итоге это просто идеально. Это мультики для ребенка в машине. Это стилус для того, чтобы рисовать на нем, чертить схемы, чертить бизнес-процессы, записывать идеи, просто рисовать, просто собирать идеи и так далее. Это потрясающее устройство не только для чтения и потребления контента. То есть, фильмы, тексты, все что угодно. Музыка, между прочим, тоже. Но и для того, чтобы его создавать. Мне зашло, поэтому следующую версию iPad я точно буду брать. И, собственно, на iPad гораздо удобнее пользоваться GarageBand, потому что просто элементарно больше треков помещается у вас на тайм-линии. И это реально удобно. Елена, добрый вечер. Елена, вы работаете на Windows, судя по семерочке, которую вы поставили. Отлично. Вот если работаете на Windows, то очень вам рекомендую попробовать Adobe Audition. Есть trial-версия бесплатная, 7 дней. Есть подписка платная, порядка 600 рублей стоит в месяц. И есть старые версии, которые вы можете скачать бесплатно. Как у Audition, так и у SoundForge. И есть бесплатное программное обеспечение Audacity. Вы его можете совершенно бесплатно скачать на любую платформу, использовать. Оно не такое красивое, оно не такое продуманное, не такое удобное, честно скажу. Но все те же самые функции есть, и вы ими можете пользоваться. Вот, собственно, самая простая вещь на ваших смартфонах – это стандартный диктофон. То есть вы можете взять стандартный диктофон, подключить к нему петличку. Или даже не подключать, а сделать такую штуку. Поставить его вверх ногами. Потому что у наших телефонов микрофон расположен с одной стороны, вот здесь, сверху, да? Кому видно. Основные микрофоны расположены здесь, в торце. Вот, соответственно, поскольку они расположены в торце, нужно телефон перевернуть, поставить подушки слева, справа и сверху, и поближе к нему начать что-то наговаривать на диктофон. Это самый элементарный пример, как вы можете сделать шумоизоляцию, чтобы убрать эхо, чтобы убрать лишние шумы, при этом, чтобы у вас был классный звук. Вот, следующая же история – это, конечно же, подключить петличку. И если мы говорим про то, какое оборудование нам стоит докупить, то это, в первую очередь, конечно же, петля, я уже об этом говорил, Бои М1. Вот, поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как вам мой голос сегодня, нравится или не нравится. И я еще покажу другие возможности, другие микрофоны, которые вы можете использовать, которые тоже стоят адекватных денег. И, показывая, собственно, ставите реакции, я покажу. Например, топовая вещь, очень вам рекомендую, вот такой вот микрофон. Это не Боя, это настоящее Роде. Вот здесь у него нарисовано логотип. И, вы знаете, у меня есть друг, дорогой Ахмед, вы, может, знаете, у него есть своя сеть ресторанов, но у него есть YouTube-блог, в котором он рассказывает, как готовить, показывает потрясающе, как он выезжает в лес, там срезает грибочки, там жарит мясо. В общем, очень атмосферное видео получается. Сейчас даже микрофон пахнет еще костром с его последней съемки. И вот у него была Боя, Боя, которая копия этого микрофона. И вот он мне сказал, что, Денис, ты представляешь, вроде микрофоны абсолютно одинаковые визуально, да, вот, ну, один в один, если снять ветрозащиту, то мы поймем, что, ну, вот, вот так выглядит микрофон. Я с этим микрофоном летал на Байкал с Эдом Харьевым, мы там снимали очень интересные, кстати, очень интересные серии по выживанию, выложу, вот, и мы снимали на этот микрофон, просто потрясающе. Вот, но именно если вы выберете Роде, потому что вот если смотреть Боя и Родея по деньгам, они отличаются раза в полтора, в два, но Родея дает потрясающий звук, а Боя дает очень посредственный, плоский, она хватает все вокруг, то есть пушка это вот такая направленная вещь должна быть. То есть куда смотрит мой микрофон, тот звук я и беру. А Елена пишет 10. Благодарю, благодарю за высокую оценку моего звука сегодня. И вот я его добился с помощью микрофона Боя М1, который стоит всего полторы тысячи рублей. Посмотрите его на Озоне, посмотрите в фото-видео-магазинах вашего города, он там точно есть. Это самая лучшая инвестиция в ваш звук, которая может быть. Ну а следующая инвестиция это ряд упражнений, чтобы со своим голосом поработать. И в продолжении темы оборудования, вот рекомендую такой набор. Если вам нужно снимать что-то из дома, что-то записывать и так далее, то купите петличку такую, она подключается к вашему компьютеру, она подключается к смартфону, к iPad, к чему угодно. Там есть переключатель, который либо задействует батарейку, либо нет. И соответственно, это будет либо активный микрофон, либо пассивный. Он подходит для всего. Это первое. Если вы снимаете какие-то влоги на улицах, на улице и так далее, если вы снимаете себя, прикрепите вот так вот к своему смартфону вот этот микрофон. Есть специальные клетки для смартфона. И вы будете получать потрясающий голос, если вас кто-то снимает на природе, либо если вы снимаете себя сами. Очень классный микрофон с шикарным звуком. Прям вкусный. Очень вам понравится. Ну и третья история. Если вы хотите профессионально делать подкасты, то есть вот такой вот микрофон. Им, как говорится, можно и вломить. Микрофон Samsung C01U Pro. Он стоит недорого. Он стоит порядка 8 тысяч. Ну 6-8 в зависимости от того, где купить. И это конденсаторный микрофон, который подключается по USB. Когда вы его подключаете, вы получаете очень глубокий бас. Вы получаете глубокую, ну полноценную картину вашего голоса. То есть вот представляете, весь динамический охват вашего голоса он может сохранить и передать в аудиофайл. То есть если вы рассказываете о каких-то вещах, о которых нужно задуматься, вот если вдруг вы занимаетесь СМР, вот есть такое направление интересное, когда люди говорят шепотом, вот такой микрофон вам просто необходим. И собственно такой микрофон, он позволяет добиться очень хорошего звука, очень качественного, и людям будет вас приятно слышать. Потому что если вот вспомнить о том, что мы живем в эпоху интернета, у нас он у всех есть, но при этом на самом деле качество покрытия далеко не везде хорошее. И слышать вас будет всегда, а вот видеть не факт. Поэтому в первую очередь позаботьтесь о звуке, а во вторую очередь собственно о картинке. Ну собственно еще раз повторимся, наша задача сделать наш голос бархатистым и благозвучным. Ну в первую очередь для этого нужно сделать такое упражнение. Во-первых, расслабиться, выпить теплой водички. На Алиэкспресс есть такой микрофон или нет? Да, такой микрофон есть на Алиэкспресс, но я вам рекомендую лучше посмотреть не на Алиэкспресс, а на Авито. Потому что многие люди начинают, у кого-то что-то не пошло, и я рекомендую вам именно посмотреть на Авито, потому что просто элементарно сроки доставки меньше в 4 раза почтой России. А во-вторых, по стоимости, ну даже не по стоимости, там не будет подделки с очень большой, большей долей вероятности, вот, нежели на Алиэкспрессе. Потому что на Алиэкспрессе на подделку нарваться очень легко, а потом апелляцию подать, вернуть деньги очень сложно. Поэтому рекомендую вам все-таки, учитывая, что это оборудование, а у меня позиция такая, что оборудование это тот актив, это именно актив, а не пассив, который позволяет вам зарабатывать деньги, который позволяет вам достигать результатов. И, собственно, в оборудование нужно вкладываться. Вот вы видите сейчас мою картинку. Хорошая она или не очень? Если у вас хорошее качество интернета, то картинка хорошая. Я очень заморачиваюсь по этому поводу. У меня тут полноценная видеокамера стоит, плата захвата, Blackmagic американская, там и так далее. Я люблю качество. И это приятно смотреть. И, соответственно, когда вы записываете онлайн-курсы, делаете что-то еще. Если это сделано на коленке, видно, что это неуважение к вашим зрителям и тем, кто покупает у вас курс. Если же вы заморочились, то люди это видят, люди это чувствуют, что для них постарались. Поэтому, собственно, тогда у вас и купят. Но это если касаемо инфобизнеса, еще чего-то. Но так или иначе, если вы делаете хорошо, то придут к вам. Так, Кипарис на море, приветствую вас. Итак, у нас есть ключевые четыре настройки, которые нам необходимо сделать для того, чтобы наш голос был классным бархатистым. Коротко по ним пробегусь, а потом покажу, как это сделать в аудишн. И потом рекомендую вам либо перемотать и ставить на паузу, делать все то же самое, что я показываю, либо просто в ютюбе забить. И там все те же самые шаги, абсолютно все люди, все блогеры делают все абсолютно то же самое. Это четыре шага. Первый, это убрать фоновый шум. Вот сейчас, например, давайте я буквально три секунды помолчу, и вы послушайте, есть шум или нет. Поверьте мне, шум есть. Даже несмотря на то, что я сейчас нахожусь в практически зашумленной комнате в видеостудии, у меня шумит мой маг, потому что он напрягается, ездит в машине, хоть их и не слышно, но с таким микрофоном их может быть слышно и так далее. Вот для того, чтобы избавиться от фонового шума, когда вы записываете аудио, нужно сначала чуть-чуть помолчать, буквально 3-4-5 секунд, для того, чтобы выделить этот фрагмент, показать программе, что это шум, убери этот шум во всем аудиофайле. И, собственно, программа это сделает. Это первое, что нужно сделать. Второе, это эквалайзер. Эквалайзер, это самая ключевая вещь, которая вам необходима, в которой вы можете убрать свои либо звонкие частоты, если вы девушка, и вы пищите, либо, упаси Господь, если вы мужчина, и вы пищите, такое тоже бывает. Либо, наоборот, если вы хотите добавить глубины своему голосу, бархатистости и так далее. Это все делается вот с левой частью. То есть, мы сейчас посмотрим на график, как это выглядит, и я покажу. Вот. Соответственно, дальше, S-очка. S-очка, это такая вещь, это свистящее, вот, скорее всего, у меня тоже есть, и у большинства людей, на самом деле, она есть. Это свистящее S, которую тоже нужно вырезать. То есть, когда мы что-то рассказываем, у нас пересыхает во рту, в горле и так далее, мы начинаем свистеть. Вот. И, соответственно, чтобы это убрать, нужно убрать S-очку. Это называется эффект DSR. Вот. Он тоже есть везде, во всех программах, называется одинаково. Вот. И четвертая вещь, которая нам понадобится, это компрессор. Компрессор, что делает? Он, грубо говоря, сжимает ваш голос так, чтобы он звучал родильно. Вот. Чтобы, ну, грубо говоря, частот, которых не хватает, он добавляет, которых слишком много, он их прижимает, и получается, что плотность звука, она прям такая, ух. Вот. Соответственно, давайте теперь посмотрим, как все это сделать. Я надеюсь, не слишком сложно все это рассказал. Вот. Поставьте, пожалуйста, от одного до пяти, насколько восприятие, ну, как бы, нормально. Где пять, это все окей, один это прям, ну, слишком сложно, слишком быстро. Вот. И, собственно, побежим дальше. и, побежим мы непосредственно к настройкам. Что делать? Вот сейчас вы видите как раз таки наш компрессор, который позволяет так, 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 да, который позволяет наш аудиофайл немножко ржать. Ну, собственно, давайте посмотрим, в принципе, весь процесс от и до, как происходит. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно, вот вы видите, параметрический эквалайзер. мы делаем компрессор для того, чтобы звук смотрелся плотно, радийно и так далее. Вот. И, в принципе, вот, это весь процесс в ускоренном режиме. Давайте еще раз посмотрим. Вот таким вот образом. То есть, мы ключевое делаем эквалайзер и ключевое делаем компрессор. Это две вещи, которые нам вот прям необходимы для того, чтобы наш звук был хорошим. Так. Итак, значит, нам нужно выделить весь файл, зайти в фильтр in and the queue и выбрать параметрический эквалайзер. Вот. И, собственно, я поставил на повтор, чтобы вы могли еще раз посмотреть и сделать это неоднократно. И, следующая вещь, это будет нормализовать наш файл, чтобы он был максимально плотненьким, скажем так. Так, пять, как всегда, очень круто. Спасибо большое, очень, очень приятно. Сейчас засмущаюсь, пойдет краснота на щеках. Спасибо большое. И так, давайте посмотрим еще раз. Значит, нам что нужно? Мы заходим, выделяем весь файл, выбираем параметрический эквалайзер и здесь выбираем в зависимости от того, что нам нужно. если мы хотим, чтобы у нас голос был, ну, просто поднять низкие частоты, мы выбираем loadness. К сожалению, по большей части это будет именно на английском языке, но вы можете поставить русскую версию audition и, собственно, искать в ютюбе русский видеофайл, в котором на русском языке объясняется, как в русском интерфейсе опять же все это скорректировать. Вот, то есть, еще раз, эффекты, filter and the cue, параметрический эквалайзер и вот здесь внизу есть vocal enchancer. Вот, если вы выберете vocal enchancer, ваш голос автоматически улучшится. Ну, а после этого сделайте normalize. Если вы хотите сделать прям глубже, бархатистее, то вы корректируете левую часть вашего графика. То есть, левая часть на низкие частоты, правая часть это высокие частоты. Соответственно, вы можете поднять низкие то есть, сделать вот такой вот горбик и опустить высокие, если вы, допустим, пищите. И здесь нужно просто поиграться, как вам будет на слух. Вот, здесь рекомендую подключить наушники и прям в наушниках слушать, потому что на колонках это будет недостаточно хорошо. Вот, соответственно, давайте посмотрим финальный еще раз и пойдем к следующему шагу. То есть, заходим эффекты, filter and the cue, параметрический эквалайзер. И вот здесь выбираем vocal enchancer. К сожалению, это именно записанные видео, специально для вас записывал, что-то записывал, что-то брал с YouTube, чтобы вам показать у своих коллег. Соответственно, поставить на паузу вот прям в режиме реального времени я не могу. Но я думаю, что я донес. То есть, нужно выделить весь файл, выбрать параметрический эквалайзер, вот, выбрать vocal enchancer и, собственно, поиграться с правой, с левой частью. Вот, чтобы вам на слух было приятно. Следующая история. Что нам необходимо сделать? Так, еще раз заходим. Видео то же самое. Да, так, я понял. Давайте еще раз посмотрим. Да, нормалайз нам нужно выбрать 95,8. То есть, когда мы заходим в нормалайз после параметрического эквалайзера, вот, нам нужно выбрать параметр 95,8. Это самая оптимальная настройка для того, чтобы ваш звук звучал хорошо. Вот, и дальше нам нужно, ну, собственно, скорректировать с помощью компрессора наше аудио. Вот видите, какое оно прям плотненькое стало, прям такое. Давайте еще раз посмотрим. То есть, мы нормализовали наш файл, дальше заходим, выбираем Dynamic Processing и, собственно, делаем настройки, как вы видите сейчас на экране. 2, 1, 13. Ну, собственно, поставите на паузу и сделайте у себя. В любом случае это делается только таким образом. Так, а в будущем будете ли вы учить, как продвигать партнерскую ссылку, продвигать через ВК, Инстаграм, другие соцсети? Да, безусловно. И чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше будет тем, которые я буду освещать. Вот. И именно через социальные сети имеет смысл продвигать свою партнерскую сеть, продвигать свой партнерский бизнес, поскольку это ваша маленькая СМИ. То есть, здесь идея в том, что, ну, идея очень простая. Вам нужно стать личным брендом, своим СМИ, своим первым каналом. На этот первый канал вам нужно, чтобы у вас была аудитория, которая интересуется тем, о чем, тем, той информацией, о которой вы рассказываете. собственно, дальше вам нужно, ну, условно говоря, продавать, да, своим образом жизни, как правило, дальше партнерский бизнес. То есть, грубо говоря, размещая контент, вы показываете, как вы живете, вы показываете, чем интересуетесь. Ну, естественно, в конве инвестиций, естественно, в конве того, что может быть интересно вашим партнерам. Вот. И, соответственно, периодически делаете предложение. Да, если прям, ну, очень, очень простым языком, а вообще есть система прогревов. Кстати, вот, наверное, про систему прогревов я расскажу в следующий раз. Как именно вести Инстаграм, вести сторис, вести сторис в других социальных сетях, для того, чтобы люди следили за вами, для того, чтобы было реально интересно и как простраивать, ну, прям, с позиции режиссера несколько сценарных линий, как их простраивать таким образом, чтобы люди за вами следили и как их дальше вести на вашу партнерскую ссылку, чтобы они подключились и, ну, собственно, стали инвесторами и стали партнерами. Вот. Я обо всем, думаю, об этом буду рассказывать немножко дальше на примере Инстаграма, поскольку это самая топовая история Инстаграма и Ютьюба. Вот. Здесь Ютьюб, это как вечно зеленый трафик, то есть, вы, размещая ролик на Ютьюбе, вы как дерево посадили и потом каждый просмотр, это как новая капля водички, которая это дерево выращивает, появляются новые листики. Вот. И, соответственно, если люди будут досматривать видео ваше от начала до конца, то Ютьюб будет понимать, что вот это видео интересное, а раз оно интересное, поставлю-ка я его в топ. Ну вот. И как раз на прошлом своем вебинаре-воркшопе я рассказывал о том, как делать красивые заставки на Ютьюбе. И на примере, опять же, Ахмеда я показал, что вот, как правило, у него там 40-60 тысяч просмотров, а есть видео, у которого 2 миллиона просмотров, и в это видео не вложено ни рубля. Если вы начнете платить Ютьюбу, то все бесплатное продвижение у вас прекратится быстренько. Вот. Соответственно, Ютьюб не продвигает тех, кто платит. Не продвигает их потом бесплатно. Вот. Соответственно, что я этим хотел сказать, что если вы выскочите в интересное, вы можете получить 2 миллиона просмотров, можете получить больше. Вот. Вопрос в том, чтобы ваше видео досматривали до конца, это было классное суперское видео. Чтобы его досматривали до конца, нужно, чтобы был, ну, помимо всего прочего, чтобы был классный голос, да, возвращаясь плавно к нашей теме сегодняшней. Вот. Собственно, дальше. А, ну, собственно, да, про компрессор я вам рассказал и показал, про эквалайзер я показал, вот, но остальное посмотрите все-таки на Ютьюбе, ставя на паузу, потому что, ну, в рамках вот сейчас реального времени мы это сделать не сможем. То есть, нужно это смотреть, ставить на паузу и делать. Можете посмотреть мое видео, потому что в ускоренном формате я показал, как это делается. Вот. Ну, и, собственно, переходя к такому явлению, как Клабхаус, да, это вещь, которая взбудоражила весь интернет. Напишите, кстати, у кого нет инвайта, я могу инвайт предоставить тому, кто напишет мне в личку, в личку в Инстаграме. С удовольствием поделюсь. У меня есть два инвайта, один отдал супруге, второй со своим поделюсь с вами. Вот. И, собственно, как стать популярным на Клабхаус? Да, есть ряд моментов, которые важно учесть. Ну, вот. И, в принципе, они все перечислены на данном слайде. Не буду долго томить, вот, поскольку у нас еще партнерская часть нашего вебинара. И здесь все очень просто. Как и в любой социальной сети, сначала нужно правильно заполнить свой профиль. То есть, перечислите свои сильные стороны, желательно в цифрах. То есть, допустим, сделали на инвестициях 3 миллиона рублей, например. Или, там, купил дом за счет инвестиций в Solar Group. Вот. Или, ну, что-то иное, что-то подобное, что будет вызывать к вам доверие. Это обязательно должна быть правда. Давайте так. Мы ничего не выдумываем. Вот. Но нужно продумать о том, кто вы, какую картинку вы хотите из себя представлять в интернете. Но, это должны быть вы настоящие. Для того, чтобы все было классно, для того, чтобы вас потом не воротило от того, чтобы нужно снимать сториз, нужно делать контент. Нужно, чтобы вы были настоящие. И, соответственно, транслировать себя таким, какой вы есть, и не прикидываться тем, кем вы не являетесь. Тогда все будет классно. Тогда соцсети будут вести легко. Потому что вы будете понимать, что вас поддерживает ваша аудитория. Она вас любит, она вам сопереживает. Когда у вас что-то случается, вы об этом говорите, вас, ну, реально прям поддерживают. Это классно. То есть, это как такая маленькая семья. Единственное, что, ну, виртуальная. К сожалению, мир меняется, но приходится с этим мириться. Вот. Соответственно, будьте настоящим, заполните свой профиль так же, как вы заполняете Инстаграм. Во-вторых, эффектное фото, безусловно. Вы можете, кстати, использовать свои фирменные цвета для фотографии, если вы продвигаете какой-то корпоративный аккаунт или что-то подобное. Дальше. Будьте обязательно активны в комнатах. Участвуйте в дискуссиях и анонсируйте свои комнаты, свои разговоры, свои мероприятия, свои кулуары. Вот. Соответственно, это как в реальной жизни. Вы пришли на нетворкинг, если вы просто сидите к вам красивому, только если вы девушка, разве что, только тогда будет обращено внимание. А по факту всего нужно достигать. И это нормально, и это хорошо. Вот. Соответственно, будьте активны и приглашайте людей к своим дискуссиям, и тогда все получится. Дальше. Используйте внешний микрофон. Вот. Подключите петличку такую Боя М1 к вашему смартфону. Вы поймете, насколько велика разница. Кстати, если у вас iPhone, да даже, если iPhone, если Android, там есть специальные версии без длинного шнура, а с коротким шнуром полтора метра, который очень удобно втыкается сразу без всяких переходников в ваш смартфон. Это очень удобная история. Вот. Соответственно, она стоит немножко дороже, 2000, но она того стоит. Далее. Создайте свое собственное шоу в своей комнате, анонсируйте его во всех соцсетях, сделайте это заранее, за, грубо говоря, за день, что завтра вечером, например, состоится тот, 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 чтобы люди построили свои планы и все состоялось успешно. Ну и, собственно, опровестите людей заранее, для того, чтобы у вас был трафик. Ну и самое главное, будьте полезным, будьте ценным, потому что именно за счет этого и достигается популярность на самом деле. Не за счет покупного трафика, не за счет покупных блогеров. сейчас все про настоящесть, сейчас все про естественность. Только не путайте, пожалуйста, с бодипозитивом. Упаси Господь, чтобы нас не коснулась эта история в России, как и разного рода левых движений. Вот. Собственно, на этом часть воркшопа я завершаю. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их. А я в двух словах расскажу о других роликах, которые мы уже залили на YouTube, которые мы уже прошли. И они могут быть вам очень полезны. Вот. Вы можете их посмотреть и внедрить в своем бизнесе, в своем партнерском бизнесе. Вот. И, собственно, эти ролики, это предыдущее видео о том, как делать заставки на YouTube. Я в нем рассказал, какие должны быть заставки, какие привлекают внимание, какие нет. Ну, собственно, вы здесь, наверное, уже догадались сами, что привлекают внимание, а что нет. Вот. Дал топ-5 рекомендаций, по продвижению и по оформлению. Рассказал, где брать картинки без авторских прав, чтобы вас потом не засудили. Это очень важно. Ну, и так далее. Вот. Это иллюстрация Венера Хафизова, самого топового специалиста по YouTube, который, собственно, упаковывал, ну, как самые крутые аккаунты. Слово «самые», наверное, звучит слишком много раз сегодня. Но Венер действительно большой молодец. Он мой очень хороший приятель. Вот. тоже перебрался в Сочи. И вот они делают вот такие вещи. И я на них ориентируюсь. Сам учился у Венера, потому что я учусь у лучших и рекомендую вам делать то же самое. Вот. И, собственно, он поделился своим опытом, рассказал, как это делать. Я поделился с вами своим опытом, в свою очередь, в предыдущем видео. Посмотрите его. Если вам нужен YouTube, то вам это будет очень полезно. Все, что касается оформления. Также мы поговорили о том, что такое рестрима все социальные сети одновременно. То есть, как делать, вот, допустим, данную трансляцию, я ретранслирую на свой личный Инстаграм, а также на партнерские аккаунты ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютьюбе и так далее. Это позволяет достигать очень больших охватов. И очень вам рекомендую, если вы проводите вебинары, на которых вы продаете, например, партнерский бизнес и так далее, очень вам рекомендую использовать ReStream сервис. И мы, но пока не буду говорить, но, в общем, готовим сюрприз для наших партнеров. Вот, очень крутой функционал. Вот, а сейчас вы можете воспользоваться сервисом Restream.io. Вот, также в одном из своих мастер-классов, воркшопов, я рассказал о том, какое оборудование использовать для вебинаров. Вот, например, если у вас нет качественной камеры, вы можете использовать ваш смартфон. Просто подключите его с помощью провода, вот, разместите его на штативе. Штатив я рекомендую использовать вот такие вот классные штативы Боя, ой, господи, Боя Джоби. Вот, такие вот маленькие паучки, они гнутся во все стороны, их можно прицепить к чему угодно, там, кверху монитора. Вот, если вы купите Джоби, у которого такие красные ножки, это значит, что он умеет магнититься к разного рода поверхностям, металлическим. Вот, то есть вы сможете примагнитить свой телефон к чему угодно. Это очень удобно, просто вот прям, ну, невероятно. Вот, также вот у него здесь есть вот такая штука, которая позволяет прикрепить, собственно, ваш смартфон, вот, вне зависимости от того, каким бы он ни был. И здесь есть вот такая кнопка, кнопка, которая коннектится по блютузу. Вот, и, соответственно, вы можете поставить штатив, отойти куда-нибудь, нажать на эту кнопку, и у вас пошла запись видео. Небось сделано фотографии, и так далее. Вот, шикарная вещь, потрясающая, он стоит порядка двух тысяч рублей. это мой карманный штатив, который я ношу с собой везде и всегда, потому что он маленький, он компактный, его везде можно поставить, везде использовать, и, ну, это прям очень удобная вещь. Вот, соответственно, на такой штатив поставьте свой мобильный смартфон и используйте его в качестве веб-камеры. Вы увидите, разница будет просто потрясающая в зуме, в ОБС и так далее. Вот, и, собственно, еще на этом мастер-классе, воркшопе я поделился о том, как пользоваться Restream Studio Restream.io. Это просто невероятно крутая вещь, которая позволяет вам вообще, в принципе, не иметь ноутбука, а просто взять смартфон, зайти на сервис, через этот сервис пригласить одного человека, другого, то есть до шести спикеров вы можете сделать там прямо конференцию, там вы можете добавлять разные, вы можете презентацию показывать, стримить, то есть, реально, это замена компьютера в режиме онлайн. Очень круто, ребята, сделали, реализовали. Ну и, собственно, также я рассказал, как транслировать в инстаграм. Вот Restream.io, очень вам рекомендую там зарегистрироваться. Ну вот, регистрация крайне простая, вы просто заходите, вводите свой e-mail, вводите свой пароль, придумываете и нажимаете синюю кнопку зарегистрироваться бесплатно. Все. Ну, зачастую, как и мне, вам браузер предложит какой-то более серьезный пароль, чем рекомендую воспользоваться. Также один из воркшопов кипариста Моя пишет крайне полезные материалы для партнеров Solar Group. Да, дорогие друзья, я спасибо большое за высокую оценку. Я очень рад с вами делиться, потому что я понимаю, какой эффект это может вам принести. То есть, если вы хотите, как Саша Манжула, выстроить огромную партнерскую сеть и с этого зарабатывать на пассиве и путешествовать, например, или просто не переживать за свое будущее, очень вам рекомендую развивать свои соцсети. А для того, чтобы их развивать, смотрите мой воркшоп, повторяйте и внедряйте. Потому что я простым, понятным языком стараюсь доносить сложные технические вещи. И, собственно, сервис, которым я пользуюсь сегодня для ретрансляции картинки моих вебинаров в Instagram это InstaFit. Потрясающий сервис, который позволяет ретранслировать картинку с YouTube. То есть, я транслирую на YouTube, а с YouTube транслирую туда. Шикарная вещь, очень вам тоже рекомендую. Посмотрите этот воркшоп, разберитесь, как это работает и, собственно, пользуйтесь. Вот. Ну и, конечно же, всех интересует, как монтировать видео. Есть бесплатный видеоредактор ВН. Я рассказал, как это делается. Прямо показал на своем смартфоне. Вот. Здесь вы можете видеть пример. То есть, вот он мой телефон, который я держу. Он по проводу, как я уже показывал раньше, подключен. Вот. И дальше я, собственно, показываю, как я монтирую видео, как добавляю слои, как добавляю музыку, как я обрезаю и так далее. Тоже очень полезный воркшоп. И там даже хромакей можно вырезать. Вот. Хромакей – это зеленый либо синий фон. Вот, например, сегодня я вещаю на синем фоне и мы в итоге имеем вот такую картинку. Кстати, освещение на улице изменилось и немножко нужно скорректировать вырезку нашего фона, чтобы все было прям оптимально. я сейчас это сделаю. Вот таким вот образом все готово. И теперь вы увидите меня уже снова красиво. Вот. Собственно, рекомендую вам этот воркшоп посмотреть, если вам важен мобильный монтаж. А это та вещь, которая ключевая, видео. В принципе, это контент, который сейчас просто заходит на ура. И его, этот навык необходимо освоить. Вот. Ну и финальный воркшоп, о котором хочу рассказать, это как сделать свой мини-сайт с помощью Топлинк. То есть, Топлинк это условно-бесплатный сервис, в котором платно вы можете сделать свой сайт. Вот так выглядит мой Топлинк. Как видите, довольно симпатично. Вам оттуда могут сразу написать в WhatsApp, в Telegram, могут посмотреть вашу запись на YouTube, например. Вот. Вы можете прямо туда встроить видео. Там можно даже оформить страницы, в которых вы будете продавать что-то. там можно подвязать интернет-магазин и так далее. То есть, платежные шлюзы. Очень крутая штука, которая позволяет вообще вот любому человеку, не следующему, даже там, условно говоря, не сделали такой функционал, что каждый домохозяин или домохозяйка разберется, как это сделать. Я же показал весь функционал, какие блоки за что отвечают, какие вам имеют смысл использовать. и задействовав его, вы можете бесплатно, либо, если вам нужен дополнительный функционал, там, страницы, привязывание, оплаты и так далее, то можете платно сделать свой собственный сайт. Это будет прям, ну, очень круто. Очень круто выглядит и вообще не заморачиваясь. То есть, это все очень легко и очень просто. Вот. Собственно, друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, а сейчас мы перейдем к партнерской программе, программе, буквально дайте мне минутку, и мы продолжим. Я немножко пофью водички. Так, дорогие друзья, ну что, как меня видно, слышно, мы продолжаем. Мы продолжаем и, собственно, давайте начнем с того, кто у нас здесь сейчас, как аудитория. Поставьте, пожалуйста, яички, если вы уже партнеры, и двоечки, если вы партнерами не являетесь и впервые смотрите презентацию партнерской программы, чтобы я понимал, с какой глубиной давать вам партнерский бизнес, рассказывать о нем, вот, чтобы это было для вас наиболее полезно. И пока вы ставите свои единички, либо двоечки, я начну. Собственно, компания Solar Group в представлении не нуждается, и мы уже на протяжении трех лет, с 2017 года, мы успешно занимаемся организацией финансирования проекта двигателей до иного. И, собственно, более чем 200 стран подключились к нам, к нашему движению, и в целом, вы знаете, меня очень вдохновляет идея, что мы собираем деньги со всего мира на то, чтобы построить производство в России, производство электродвигателей, которые уменьшат выбросы, которые смогут скорректировать производство и улучшить жизнь наших детей. Вот у меня прям до мурашек, на самом деле. очень круто. И вот, если вы понимаете, зачем вы здесь, а вы, скорее всего, тоже отчасти за этим, потому что инвестировать можно в разные компании, какие-то надежные, какие-то доходные, более доходные и так далее, какие-то более рискованные, но есть твердое, и вот в нашем проекте есть твердое. Это будущее, будущее наших детей, и это реальное производство. Это очень круто. Вот, и, собственно, партнерская программа, это такая форма делового сотрудничества, где компания сотрудничает с партнерами. Так, вот у нас есть Елена, она у нас партнер, Кипарис на море партнер, Алексей партнер. Так, замечательно. Я немножечко, наверное, сдвину, чтобы меня, вам было лучше видно презентацию. Вот, и, собственно, мы уже выбрали такой путь, потому что мы, таким образом, не тратим большое количество денег, в том числе инвесторских, на то, чтобы реализовать какие-то свои гипотезы маркетинговые и так далее. И это очень правильный путь. Вот, это очень правильный путь, в котором каждый понимает, за что он работает. Вот, и, соответственно, партнером может стать совершенно любой человек, который зарегистрирован в личном кабинете. А, собственно, для этого нужно сделать что? Зарегистрироваться и подписать договор, о котором я расскажу немножко дальше, да, и вы станете партнером. Ну, собственно, компания выплачивает партнерам процент от покупок, который совершают клиенты, которые зарегистрировались по ссылке партнера, по его реферальной ссылке. Вот, об этом я тоже немножко дальше покажу, и покажу функционал личного кабинета, чтобы у вас было понимание, где что находится. И, как у любой партнерской программы есть ряд преимуществ, и у нас есть ключевые два преимущества. Это отсутствие риска обгона структуры и возможность первой линии строить неограниченную структуру, то есть не там три человека, пять человек, бинар, еще что-нибудь, а неограниченно. То есть, за счет этого вы можете строить свою компанию, находясь в любой стране, работая в любое время суток. вы можете вкладывать свое время, инвестировать для того, чтобы создать себе пассивный доход. При этом пассивный доход зависит только от вашей активности, и вы можете без вложений зайти в этот бизнес. Достаточно только порекомендовать этот отличный продукт хорошему другу, который совершит покупку, и, собственно, вот так вы заработаете свою первую комиссию. мы проработали маркетинг-план, и, собственно, у нас есть, существует определенная карьерная лестница, которую вы видите сейчас на слайдах. Это партнер, специалист, мастер, эксперт и профессионал. Это статусы, которые позволяют вам, которые показывают, сколько вы, условно говоря, зарабатываете, насколько вы эффективно работаете. Ну, собственно, данный маркетинг-план, он многоуровневый, и в зависимости от того, в какой у вас статус, вы будете зарабатывать от глубины структуры и разные проценты от первых уровней. Соответственно, вы сможете получать еще больший пассивный доход, и это заинтересовывает наших партнеров работать на создание высокоэффективных команд, больших команд. И, соответственно, давайте пройдемся по каждому статусу. Статус партнер, это первый статус, он предоставляется сразу после подписания договора с клиентом. Соответственно, партнер с таким статусом, пользуясь реферальными ссылками, может получать реферальное вознаграждение. С первого уровня 15%, со второго 4%, с третьего 2% и с четвертого 1%. Я надеюсь, вам хорошо видно на слайдах. Если нет, дайте мне знать. Давайте я посмотрю, в какую сторону мне сдвинуться. Так, да, все, теперь ясно. Вот, соответственно, следующий статус это специалист. Для того, чтобы получить этот статус, вам уже необходимо инвестировать в проект не менее 250 долларов. В первом уровне структуры у вас должно быть минимум 2 инвестора с объемом личных инвестиций по 100 долларов. Таким образом, от первой линии с учетом ваших инвестиций необходимо 450 долларов и вы получаете статус специалист, что позволяет вам зарабатывать 15% с первого уровня, 5% со второго, 4% с третьего уровня, 2% с первого и 1% от пятого уровня структуры. Следующий мастер статус это мастер. И для того, чтобы получить данный статус, вам необходимо лично инвестировать уже 500 долларов. В первом уровне у вас должно быть минимум 3 инвестора с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов и суммарный объем инвестиций от вас, от вашей структуры, грубо говоря, не менее 2000 долларов. Тогда вы будете зарабатывать 15% от первого уровня, 7% от второго, 5% от третьего, 3% от четвертого уровня, 2% от пятого. Видите, глубина уже растет от пятого и шестого уровней по 0,5% и, вернее, 2% от пятого и шестого и 0,5% от седьмого уровня структуры, дорогие друзья. Вот, соответственно, имеет смысл выращивать статус, тем более, что сейчас у нас действует промоушен за получение новых статусов. У нас партнеры получают дополнительные деньги, дополнительные бонусы, и по всему миру мы еще отберем 10 самых активных человек, которым будут даны своего рода супер-призы, супер-бонусы от компаний. Вот, следующий статус это статус эксперт. Для того, чтобы взять этот статус, вам необходимо инвестировать уже полторы тысячи долларов. В первом уровне структуры у вас должно быть минимум 3 партнера со статусом мастер, то есть это уже прям такая хорошая структура, которая крепко стоит на ногах, с объемом личных инвестиций не менее 500 долларов у каждого и объем инвестиций в первом уровне с учетом ваших личных инвестиций не менее 5000 долларов. То есть все это отражено на слайде вы сейчас видите слева от меня или справа, наверное справа, да? Нет, слева, с вашей картинки слева. Вот, соответственно, тогда, если вы возьмете этот статус, вы будете зарабатывать 15% от первого, 7% от второго, 5% от третьего, 4% от четвертого уровня, 3% от пятого и 1% от шестого уровня и 0,5% с седьмого по девятый уровень структуры. Согласитесь, уже гораздо эффективнее, то есть вы можете прям очень-очень глубоко работать, вот, это особенно эффективно, когда вы открываете новые страны. Как это сделал один из наших партнеров, Билли Грушан Кумар, вот, он находясь в одной стране, он открывал другую и, собственно, этому способствует то, что мы перевели наш личный кабинет, перевели техподдержку, перевели все маркетинговые материалы более чем на 20 языков, но об этом немножко дальше расскажу, когда мы будем обсуждать уже личный кабинет. Вот, собственно, для того, чтобы получить статус профессионал, вам необходимо инвестировать 5000 долларов, в первом уровне структуры должно быть минимум 3 эксперта со статусом эксперт, 3 партнера со статусом эксперт и общий объем инвестиций в первом уровне структуры с учетом ваших личных это 10 тысяч долларов. Вот, тогда партнер будет зарабатывать уже 16% от первого уровня, 7 от второго, 5 от третьего, 4 от четвертого, 3 от пятого, 0,5 седьмого по девятый уровень и 0,3 с десятого по двадцатый уровень структуры. Согласитесь, весьма достойно. Вот, ну и собственно, как я уже говорил, у нашей партнерской программы существует ряд особенностей, одна из которых это отсутствие ограничений по количеству регистрации в первой линии, то есть можно очень широко мыслить, заходить в страны и прям хорошо выстраивать свою партнерскую структуру. И второе, собственно, отсутствует риск обгона структуры, что позволяет создавать многотысячные команды. Вот, собственно, какие плюсы это вам дает? Если вы выстраиваете партнерский бизнес с нами, то он будет работать у вас на долгие годы вперед, поскольку кроме проекта двигателя Дуинова мы будем запускать следующие проекты, возможно, также Дмитрий Александровичем, возможно, это будут другие проекты, но так или иначе ваша структура остается под вами и все инвестиции, которые будут в ваша структура инвестировать в следующие проекты, они также будут приносить вам пассивный доход. Поэтому вы строите бизнес на долгие годы, дорогие друзья. А теперь, собственно, давайте перейдем к простым шагам, которые нужно сделать, чтобы начать. Давайте делать свою пенсию сами и не надеяться на государство, не надеяться на кого-то еще. Правильно взять ответственность за свою жизнь в свои руки и самому ковать свое счастье. Вот, собственно, чтобы сковать такое счастье, нужно в нашем контексте стать партнером компании. И для этого нужно сделать простые три шага. Зарегистрироваться, зайти в личный кабинет, открыть раздел партнером и ознакомиться с договором. И, собственно, с партнерским договором и подписать его. Таким образом, вы станете партнером. Все предельно просто. После этого перед вами откроется дивный новый мир нашего личного кабинета, который мы постоянно допиливаем, мы постоянно его дописываем. У нас огромный штат разработчиков, которые реагируют на ваши просьбы, на вашу обратную связь. И, соответственно, мы постоянно его улучшаем. Собственно, что здесь есть? Здесь есть реферальные ссылки. В первую очередь то, что вам понадобится. Здесь есть система статистики, система анализа эффективности вашей деятельности. Также мы, как я уже говорил, оказываем информационную техническую поддержку более чем на 10 языках. Партнеры посредством вебинаров и оффлайновых встреч, которых сейчас стало немножко меньше, но все восстанавливается. Участвуют в образовательных программах от компании с целью повышения квалификации. Но прежде всего сегодняшний воркшоп это как раз один из таких образовательных вебинаров, где вы просто берете выжимку моего в данном случае опыта многолетнюю и просто используете ее себя. Вам не нужно проходить весь этот путь. Вы просто берете выжимку и используете. Это настолько круто. Это секрет всех на самом деле состоятельных людей, которые имеют наставников в каждой важной зоне своей жизни. То есть имеют наставников в личных отношениях, имеют личного психолога, личного финансиста. И, кстати, очень вам рекомендую обратить внимание на то, что есть такие люди, которые составляют личные финансовые планы, которые позволяют вам добиваться ваших целей долгосрочных. Это может быть дорогой автомобиль, который вы хотите, либо дом для вашей семьи, какое-то гнездо, либо это может быть накопление, которое обеспечит вам пассив такой, что вы сможете не работать. То есть все это делается с помощью личного финансового плана. Есть личные финансовые советники, которые в этом отношении помогают. Очень вам рекомендую в этом отношении обратить сюда внимание и воспользоваться. Кстати, следующий, либо через один вебинар у меня в гостях будет Павел Шацкий, руководитель партнерской сети, партнерского бизнеса компании Solar Group. И как раз он расскажет о том, что такое личный финансовый план, о том, что такое финансовые советники, что они делают и как помогают в его личной жизни ему достигать своих амбициозных целей. Очень вам рекомендую посмотреть. Это будет следующий мастер-класс, то есть это будет через две недели. Соответственно, очень рекомендую вам быть вовремя, потому что Павел потрясающе интересный человек, он хороший оратор, он очень опытный в этом направлении и будет здорово, если вы этот опыт возьмете себе на вооружение. И, собственно, возвращаясь к нашей теме, личный кабинет у нас переведен на 21 язык. Соответственно, вы можете практически по всему миру, учитывая эту особенность, вы можете работать с личным кабинетом, работать с инвесторами и подключать партнеров. 21 язык, только вдумайтесь, не только английский, немецкий, какие нам еще варианты предлагали в школе. 21 язык по всему миру. Ну и, собственно, давайте теперь наглядно познакомимся с функционалом. Что же у нас есть для того, чтобы нам эффективно взаимодействовать с партнерским бизнесом. В разделе партнером, в подразделе маркетинг план отображается ваш текущий партнерский статус, то есть, на каком вы уровне сейчас находитесь. А также есть таблица, в которой вы видите мотивацию для следующих статусов. Ну, соответственно, вы видите, куда вам нужно стремиться. Это такая своего рода дорожная карта, куда ехать. Чтобы куда-то доехать, нужно знать ориентир, чтобы быть не в процессе, а двигаться к результату. Соответственно, это ваш ориентир. Ниже в этом же разделе отображается информация об условиях получения партнерского статуса. То есть, что вам необходимо сделать для того, чтобы получить тот или иной статус. что мы обсудили немножко раньше. И условия здесь достаточно простые. Большинство партнеров уже на третий месяц, дорогие друзья, на третий месяц активной работы они получают статус эксперт. Согласитесь, это достойно. И в зависимости от выполненной квалификации вы можете скачать сертификат партнера, распечатать его и повесить в офисе, где вы проводите встречи, либо использовать в презентации распечатать, если вы с бумажными носителями работаете и не бережете природу, либо используете планшет, либо используете PDF-презентацию, когда вы бьете вебинары. В общем, вам лучше знать, вам виднее, где вам его использовать. Но самое главное, что это повышает доверие людей, которые вас слушают. Дальше в этом же разделе расположены все юридические документы, в том числе договор партнера на двух языках, русский и английский. Можете ознакомиться, подписать его и, как я уже говорил, получить первый статус партнера. Далее, в разделе партнером, в подразделе реферальные ссылки во вкладочке список ссылок расположены все ссылки на наши ресурсы, которые мы подготовили, все официальные источники. Там есть просто ссылка сразу на регистрацию, там есть ссылка с лендингом о проекте. Если человек, допустим, которому вы отправляете, ничего пока о нас не знает, отправляйте ее. Там есть ссылка для партнеров, есть ссылка для инвесторов, есть ссылка для технологических команд, для стартапов. Дело в том, что я говорил немножко раньше о том, что мы будем финансировать не только этот проект, но и другие проекты. Соответственно, мы постоянно рассматриваем новые проекты, новые инновации, новые команды у нас прям есть отдельный штат людей, которые этой работой занимаются. Это безумно интересно. Я каждый раз, когда с ними встречаюсь, меня прям вот прям напитываюсь этим, потому что очень здорово спускать эти инновации в реальную жизнь и этим всем пользоваться. Раньше никто не знал про электромобили, сейчас люди ездят на Теслах, ездят на электросамокатах, весь Сочи, например, забит электросамокатами. Очень удобно, быстрее, чем такси, дешевле, чем такси зачастую. Ну а зачастую соразмерно, смотря сколько ехать и куда. Либо хорошая погода была не как сейчас. Сейчас у нас идет дождь, но собственно давайте вернемся к нашей истории. То есть реферальные ссылки, они необходимы для того, чтобы мы отслеживали по вашим ссылкам переходы, ну и собственно выплачивали вам вознаграждение. Далее, в том же разделе есть вкладочка генерация ссылок. Там вы можете создать ссылку с более детальными настройками и отображением метрик. То есть, что значит, простым языком, вы можете создать 10 ссылок, например, для соцсети ВКонтакте, для соцсети Фейсбук, для Ютьюба, для своего, например, ТикТока, если вы его ведете и так далее. И когда вы будете анализировать уже свою эффективность, а у нас есть такой инструментарий, который позволяет анализировать, по какой ссылке было больше переходов, по какой ссылке были регистрации, а где были оплаты и так далее. Соответственно, вы можете анализировать, какая соцсеть для вас лучше работает в том отношении с подписчиками, какая соцсеть, ну опять же, заходит для вашей подачи контента и так далее. То есть, вам нужно понимать эффективность своих действий. И вот для этого, собственно, и служит раздел генерация ссылок. Также в разделе системы аналитики можно создать счетчик для Facebook Pixel, Google Analytics, Яндекс Метрика. Каждый из них платит на файл. Я вам рекомендую, если вы создаете сайты, на которые отправляете трафик, туда размещать все, все вышеперечисленные счетчики, потому что это позволит вам работать и отслеживать свою эффективность по всему миру максимально. Соответственно, делать правильные выводы, работать эффективнее, зарабатывать больше. Дальше. В подразделе зарегистрировать есть форма регистрации, с помощью которой вы можете самостоятельно внести данные клиента и зарегистрировать его. Как это вы можете использовать? Вы провели, например, живой мастер-класс. Это эффективнее всего работает на самом деле. Если помните, 90-е, МВА, ладно, не 90-е, может быть, 10-й год, может быть, когда было большое количество компаний, они проводили живые встречи. Это самый эффективный метод для того, чтобы, после социальных сетей, разумеется, для того, чтобы вам получать партнеров в вашу сеть. Соответственно, вы можете лично зарегистрировать людей, чтобы они зарегистрированы были уже под вас, потому что, если кто-нибудь скинет им ссылку с реферальным иконом в конце, они уже будут зарегистрированы под него, поэтому действовать нужно быстро и, когда вы вносите сюда данные, человек отправляется на почту письмо, он его подтверждает и все окей. Соответственно, он становится вашим партнером в вашей структуре. Так, есть замечательный раздел, который мы создали, это сделать подарок. Дело в том, что вы можете простимулировать быстрое подключение партнера, сделать ему подарок 100 инвестиционных долей от компании. Причем, подарок получит не только он, но и получите вы как активный партнер. Точно так же внесите данные, если в течение 30 дней он верифицировался, то вы получите 100 долей инвестиционных и также 100 долей получит ваш партнер. контакты, то есть номера телефонов и так далее, контактные данные, сумма покупок, наличие или отсутствие просрочек покупленным пакетом, количество клиентов у них в структуре и дата их регистрации. То есть, вы можете таким образом все это фильтровать по предложенным параметрам и опять же делать соответствующие выводы. Кольцевые диаграммы и вы можете видеть с одной стороны, какие страны лучше у вас заходят, то есть, вы можете из России работать, например, на Индию, на Африку и так далее. Соответственно,